Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Введут ли в Дагестане QR-коды и какие еще ограничения нам ждать? Детская смертность на дорогах, ГИБДД бьет тревогу. Спас четверых, сам попал в больницу. Юсуп Долгатов будет представлен к ведомственной награде МЧС. Ногайская конница в Махачкале. Куда жители района добирались пять дней, расскажем в выпуске. В Дагестане могут ввести QR-коды. В республике, по последним данным, растет число пациентов с тяжелой формой ковида, а показатели смертности все еще высокие. Ежедневно регистрируется около 120 пациентов с коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзору региона рекомендовано ужесточить масочный режим, усилить дезинфекцию в учреждениях и перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим. С учетом данного роста заболеваемости, роспотребнадзором внесены в оперативный штаб дополнительные предложения по стабилизации эпидемиологической ситуации. Это предложение по увеличению охвата и вакцинации против коронавируса. Это предложение по фильтров в административных зданиях, учреждениях, в том числе проведение утренних фильтров в школах и детских садах. Это очень важно, чтобы ребенок с признаками заболевания не вошел в организованный коллектив и введение и использование на территории республики QR-кодов. В Дагестане растет детская смертность на дорогах. По данным ГИБДД, с начала года в ДТП погибло 8 детей. 153 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Причина многих аварий – беспечность взрослых. Для того, чтобы обучить будущих родителей правилам перевозки детей в автомобиле, в Республиканском перинатальном центре уже два года ежедневно проводятся тренинги. На наглядных примерах новоиспеченным мамам показывает мастер-класс и специальный тренер. Более подробно об этом расскажет Асиль Манапова. Сам родитель водитель не должен отвлекаться ни на секунду. Пока вот так посмотришь на ребенка, поверешься вперед, уже картина на дороге меняется, так как дорога не зависит только от вас. Мария Алиханова – не только старшая акушерка Республиканского перинатального центра, она же и сертифицированный тренер по проведению тренингов по проекту детства безопасности. Она подробно рассказывает и показывает будущим мамам, как правильно, а самое главное – безопасно перевозить малышей, начиная с первой поездки, выписки из роддома. Проект выпущен для того, чтобы три раза уменьшить детскую смертность на дорогах и травматизм. Я как тренер, я уверена, что это мои тренинги, проведенные в нашем центре, повлияют не только на статистику нашего региона, так и по всей России, иншаллах. В успешность проекта верит и Гулизар Салихова. Она в ожидании своего первенца внимательно слушает всю информацию, которую получает во время инструктажа. Конечно, я думаю, такую информацию я вне больницы вряд ли получила бы, если бы сама никакие источники не открыла и даже, может, не задумывалась об этом. А здесь все подробно, все рассказали, все описали, можно сказать. Еще продоставили такой материал и светящиеся наклейки, так сказать, которые, наверное, в ночное время суток окажут большую пользу. Ночь – это самое опасное время суток, когда больше всего происходит аварий на дорогах. Каждая пятая ДТП происходит именно в темное время суток. Меньше чем за 10 месяцев текущего года в республике зарегистрировано больше тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 236 человек и ранены более полутора тысяч. Эти и другие цифры были озвучены на пресс-конференции начальника республиканского ГИБДД. Проведенный анализ по-прежнему показывает, что более половины дорожно-транспортных происшествий – это столкновение транспортных средств, 22% – это наезды на пешеходов, 8% – опрокидывание, остальные, 20% – составляют как наезды на препятствия, стоящий транспорт, так и наезд на животных, что является тоже одной из нерешаемых проблем в республике. Только на прошлой неделе на дорогах республики произошло более 30 ДТП, в которых погибли 13 человек, а 37 получили ранения. Тревожной остается и ситуация с количеством столкновений по вине молодых водителей. Допущен рост числа ДТП по вине молодых водителей, что говорит о некачественной подготовке кандидатов. В 101 ДТП погибло 8, ранено 148 человек. Прирост по количеству ДТП и количеству раненых – более 50%. Основными видами ДТП по вине молодых водителей, мы их считаем водителей со стажем до 2 лет, являются, как и основные виды дорожно-транспортных происшествий – столкновения, наезды на пешеходов, опрокидывания, наезды на препятствия. Силами лишь одной госавтоинспекции бороться с аварийностью на дорогах невозможно. Противостояние дорожно-транспортному травматизму – задача всего общества в целом, а также каждого участника дорожного движения в отдельности. Дорога сопряжена с опасностью. Здесь нет места самоуверенности и беспечности. Помните об этом, и ваши поездки станут безопасными. Напоминают ДИБДД. Асель Манапала, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Ахачкала. Юсуп Долгатов, спарший четверых человек, при пожаре будет представлен к награде. Такое решение было принято начальником Главного управления МЧС России по республике Нариманом Казимагамедовым. Напомним, пожар произошел 28 сентября этого года в частном доме в поселке Новый Хушет в результате взрыва бытового газа. 24-летний дагестанец, рискуя своей жизнью, вытащил из огня женщину с тремя детьми. Сам Юсуп Долгатов при этом получил ожоги более 60% тела. Сейчас герой находится на лечении в столице. Полицейские Ботлихского района убрали мусор на стихийные свалки. Для того, чтобы устранить последствия хаотичной мусоросвалки, потребовалось 10 единиц спецтехники. Участие в экологической акции принял личный состав местного РУВД. Полицейские не только расчистили грязь, но и провели работу по выявлению виновных в несанкционированном вывозе мусора. Как сообщили в местном отделе полиции, виновные привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Пять дней в пути и 250 километров дорог на лошадях. Жители Ногайского района совершили конный переход от Терекли-Мектеба до Махачкалы, где их приветствовали в духовном центре имени пророка Исы. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Возродить историю и культуру предков. Именно с такой целью 10 нагайцев выехали в национальных одеждах и на конях из степи в Махачкало. Самый молодой участник 13 лет, 250, почти 300 километров. Патриот России, Дагестана. Так что будет пример брать кого? Молодежи. Они преодолели 250 километров верхом из райцентра Терекли-Мектеба до Махачкалы. На пути следования в каждом селе их радушно встречали и вкусно угощали. Конный поход продлился пять дней. Усталость чувствуем. Заезжая в село, мы, встречаясь с людьми, которые нас встречали, про все забывали. Лошади начали бодрее бегать. На наших лицах ощущалась нехватка кожи. Начали улыбаться почаще. Мы отпускали лошадей. За это время они подкреплялись зеленой травой. Сами набирали сил. И вот так вот преодолели этот путь. Участники акции завершили свой путь в духовном центре имени пророка Исы Мириму. Там их встретили представители муфтиата республики. Им провели экскурсию по мечети, после чего гости внесли свою лепту строительства. В этом углу установлен камень, который, имеется в виду, находился в мечети, которую построили Асхаба Разалуанхум. Тербентеджес – историческая мечеть. Вот оттуда 800 лет, который камень, он установлен именно на данном участке. Здесь будут именные ваши кирпичи тоже. В отеле «Марва» гостей накормили вкусным обедом. Клонный переход организаторы посвятили Дню Единства Народов Дагестана и наступившему месяцу Рабиуль Ауаль. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дудгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Пятигорске завершилась первая смена форума «Машок-2021», в которой участники из нашей республики стали победителями. Всего в грантовом конкурсе приняли участие 150 молодых людей, в числе которых 22 дагестанца. Программа форума была разделена на три мастерские – по социальному предпринимательству, добровольчеству и подготовке гидов. Все участники проходили тренинги и мастер-классы, встречались с экспертами и работали с наставниками. В последние дни смены для них был проведен грантовый конкурс. Среди 12 победителей – дагестанцы Алина Абдурахманова и Шамиль Сапиулаев, которые получили на реализацию своих проектов 245 тысяч рублей и 260 тысяч. Напомним, что форум «Машок-2021» продлится до 30 октября. Всего в нем примут участие порядка 2000 человек в онлайн и в офлайн форматах. Исторический парк «Россия. Моя история» отмечает 4 года. С момента открытия музейный комплекс посетили более 400 тысяч человек. Даже с учетом антиковидных ограничений в прошлом году здесь побывало более 50 тысяч человек. Музей, открывшийся в октябре 2017 года, стал популярным у дагестанцев разных возрастов. Но основная масса посетителей – это школьники и студенты. Вот и накануне здесь прошли праздничные мероприятия – мастер-классы, викторины и бесплатные экскурсии. Дагестанский тренер Магомед Расул Баталова сглавил сборную России по женской борьбе. На эту должность специалист назначен решением исполкома Федерации спортивной борьбы России. До этого новый рулевой российских вольниц был директором женского гандбольного клуба «Лада» из города Тольятти. Баталов – уроженец Буйнакского района, ему 62 года, в молодости занимался классической борьбой и завоевывал медали на чемпионатах СССР. Кадровые перемены в женской команде произошли после неудачного выступления спортсменок на Олимпиаде в Токио, где не было завоевано ни одной медали. Напомним, к этому турниру команду готовил Семен Штирёв, контракт с которым не был продлен. Двое дагестанцев выступят на турнире Лиги Белатар в Москве. Первое в России бойцовское шоу «Американский промоушен» проведет 23 октября. Возглавит турнир поединок с участием легендарного Федора Емельяненко. Также выступит двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман. 23-летний боец встретится с финном Патриком Биетила. Нурмагомедов-младший имеет в активе 13 побед в 13 боях. А еще один дагестанец Гаджи Рабаданов проведет свой второй бой в лиге. В первом он уже нокаутировал американца Даниэля Кэрри. На турнире в Москве соперником Рабаданова станет соотечественник Александр Белых. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.